Сегодня я вам покажу покупки из магазина Икея. Здесь было небольшое количество товаров. В основном это хранение одежды. И давайте посмотрим, что же здесь у нас в пакете. Первое, с чего мы с вами начнем, давайте с самого минимального. Это у нас с вами алкаиновая батарейка. Алкалиск 9 вольт. Эту батареечку я взяла себе для замка на велосипед на следующий сезон. Надеюсь, что она прослужит мне долго. Следующее, что также было куплено мной в этом магазине. И в принципе я всегда стараюсь покупать эти товары на сезон осень-зима. Конечно же, это ароматические свечи. Это у нас с запахом лаванды. Лавандер Близ. И здесь три свечки. Они все разные по размеру. Здесь была еще одна маленькая. Я уже ее приспособила вот в такой подсвечник. Когда-то он тоже был куплен в магазине Икея в прошлом году. И вот для такой свечки идеально он подошел. В общем-то запах приятный. Этой свечки. Она, как вы видите, я вот три раза ее использовала где-то по часу. И она, в общем-то, использовалась практически экономно. Можно даже так сказать. Сейчас в настоящий момент в магазине есть и сезонные свечи. Есть и в керамических, и в стеклянных подсвечниках. Даже с крышечкой закрывающейся. Выбор, конечно, нереально огромный. Но мне понравился именно этот аромат. Мне захотелось вот что-то именно с лавандой. И давайте посмотрим, что дальше было. Также в этом пакете. Ну, давайте начнем с минимального. Это у нас шторка для ванны. Болман. Размер ее 180 на 200 сантиметров. И ширина 71 на 79. Да. В общем-то, я шторки для ванны стараюсь, конечно же, покупать каждый год. Хотя данные шторы компании IKEA можно вполне стирать в стиральной машине. Сделана она из стопроцентного полиэстера. И мы с вами видим, что машинная стирка 40 градусов. Не отбеливать, не сушить. Гладить в низком температурном режиме. Не подвергать химической чистке. Так, длина 200 сантиметров и ширина 180 сантиметров. То есть, в общем-то, шторка достаточно приличная. Выглядит она симпатично. Вот такая вот гармошка, я бы даже сказала, разноцветная. Сейчас у меня в ванной висит другая шторка, также из компании IKEA, из данного магазина. Если кто-то видел, это лодки, это маяки. То есть, штора сама белая и синенького цвета рисунки. Так что, вот так вот. Так, следующее. Следующее, что в этом же пакете. Это у нас кофр. Его я сейчас тоже открою и вам покажу. Это кофр стак. Здесь размеры все указаны. Также 100% полиэстер. Я такие кофры использую для хранения постельного белья, верхней одежды. Я сейчас вам тоже это покажу. И для одеял. В общем-то, в основном для одежды. И следующее, последнее, что было также куплено в магазине IKEA, это скуп. Чехол для одежды. Три штуки. Я решила все-таки взять специальные скубы. Раньше в IKEA продавались такие закрытые кофры в виде прямоугольников. Но почему-то в этот раз я их не увидела. Возможно, их уже не выпускают. Не могу сказать. Я решила, собственно, верхнюю одежду все-таки не хранить в данных кофрах, а перевесить вот в такие вот чехлы. Ну и давайте посмотрим, как это все выглядит. Начнем мы с вами со шторки. Я уже ее открыла. И давайте посмотрим, как она выглядит. Сейчас, конечно, немного камера отдает в желтизну. Но, в принципе, я думаю, что вы видите рисунок. Что хочу сказать. Что в компании IKEA почему-то не считает нужным вкладывать петли в саму шторку. Что само по себе очень странно. Я знаю, что они продаются отдельно. Но, в принципе, как в комплекте, они могли бы идти вместе. Но, ладно. Не будем вдаваться в подробности. Ну, давайте посмотрим сам рисунок. В принципе, шторка неплохая. В магазине висят образцы полноразмерные. Вы можете с ними ознакомиться полностью. Сразу хочу сказать, что шторка сама по себе, как вы можете видеть, она не двусторонняя, а односторонняя. То есть, у нее есть лицевая часть и рубашка. Так, ну, давайте рассмотрим. В принципе, шторки неплохие, как я уже выразилась. Выбор, конечно, не такой большой, как в магазине, например, обе. Но, в общем-то, есть что выбрать на любой вкус и цвет. Ну, и, собственно, вот сам рисунок вот такого вот плана. Мне он очень понравился. Он такой вот, скажем так, рисунок унисекс. То есть, он не мужской. Там мне, конечно, очень понравилась темная шторка черного цвета с каким-то голографическим рисунком. В общем, что-то интересненькое такое. Но все-таки выбор пал мой на данную штору. И давайте посмотрим. Посмотрим на сами петли, которых здесь почему-то нет. А, нет, есть. Вот она сама петля. Вот такого вот плана. Ну, и здесь, конечно же, есть, опять же, информация об этой шторке. И вот сами прорези петелечки для того, чтобы можно было повесить данную шторку. В общем-то, штора неплохая. Сегодня обязательно ее уже опробую. Так, ну и давайте посмотрим на кофр. Он вот в такую вот клеточку. Очень интересный рисунок. Взяла я его исключительно для полотенца. Полотенце, постельное белье. Именно с этой целью. Взяла я его на смену старого кофра. Дело в том, что... Старый кофр я вам сейчас тоже покажу. Так, надо понять, как он здесь открывается. Дело в том, что моему кофру, который сейчас у меня есть, ему уже около четырех лет. И, в принципе, он все остальное время проводит именно под кроватью, на линолеуме. Конечно, эти кофры можно стирать. Но дело в том, что в старом кофре есть вот такая вот плотная панель, которая зашита тканью. И для того, чтобы постирать, нужно расшить, значит, эту панель и вытащить вот этот вот пластик. Дело в том, что для того, чтобы это сделать, расшить, необходимо приложить некие усилия. И не факт, что потом, после стирки, он у вас примет ту же самую форму. Если кто-то стирал, подскажите. Возможно, конечно, форму он действительно свою и принимает. Я не могу вам сказать. Так, ну, вот мы с вами сейчас его разложили. И постараюсь сейчас вам показать, как его можно собрать. Собственно, все очень просто. Это боковые у нас с вами панели, которые имеют вот такую вот прошитую часть. Мы должны с вами их поставить по бокам. В принципе, здесь ничего сложного особо нет. Все делается достаточно просто. Я сейчас даже это делаю одной рукой. И сейчас вам все покажу. Вот так вот все это выглядит. То есть вы просто ставите и закрываете. Вот и все. Ваш кофр готов. То есть я говорю, в общем-то, вот про эту вот часть, которая вшита и никак нельзя ее вытащить. Вот эти нижние подстилки, подушки вытащить, возможно, можно. Но тоже не факт. Я сейчас посмотрю. Нет, они вшиты вовнутрь. То есть, в общем-то, данный кофр можно, конечно, постирать. Но нужно расшить тогда и вытащить вот данный вот пластик, который вшит в ткань. Но я честно скажу, проще купить просто новый кофр и не заморачиваться. Вот мы с вами собрали данный кофр, который можно применять для одежды, для хранения, в общем-то, любых вещей. Достаточно плотная ткань. И все достаточно просто застегивается. Вот мы с вами можем видеть. Вот кофр, который я собрала одной рукой. Здесь есть ручка, которую удобно вытаскивать и вставлять. И, в общем-то, ткань у вас будет дышать, потому что здесь есть вставка из сеточки. Вот такой вот приятный, конечно же, приятного цвета такой вот клетчатый кофр. Очень мне понравилось и, в общем-то, готов к использованию. Собственно, перед вами сейчас тот старый кофр, который я планирую утилизировать. Ну, выкидывать, условно говоря. Он, конечно, имеет такой вот рисуночек. Очень приятный такой, красивый. У меня из такого же фасона есть кофр, в котором хранится одежда на вешалке. Также есть ящички, в которых также хранится и одежда, и чулочное изделие. То есть все было подобрано под один фасон. Но, как вы понимаете, данный срок годности уже подошел к концу. Пять лет прошло данному кофру. У меня таких два. Они очень широкие. Я вам сейчас открою, покажу, как это все выглядит. Здесь у меня хранится верхняя одежда как раз. И я планирую, конечно же, ее перевесить в те самые три кофры, которые я купила. Они черного цвета. Я, конечно, хотела купить вот эти вот кофры. Не кофры, а именно чехлы. Скуп такой же фасона, как предыдущий. Я вам показывала кофр в клетку. Но, к сожалению, не было. И вот так вот у меня хранится одежда верхняя. Получается, куртка зимняя. Одна, вторая. Ну, в общем-то, получается, что одежда на одежде лежит. Но никаких проблем с этим нет. То есть она, в принципе, дышащий кофр. Она не пылится. С ним ничего не происходит. Одежда сохраняет свой первозданный вид. То есть, в общем-то, данные кофры очень удобны в использовании. Ну, и, в общем-то, если бы, конечно же, вот этот вот пластик мог вытаскиваться из данного отсека, я бы с удовольствием бы его просто постирала и не покупала бы новый. Но дело в том, что, к сожалению, надо расшивать. И это составляет, в общем-то, некие проблемы. Не факт, опять же, повторюсь, что потом, после стирки данный чехол не усядет. Что именно в данную панель вставится вот этот пластиковый пластик для того, чтобы могло держать форму. Поэтому проще, конечно, было купить. Ну, и, собственно, последнее, что мы с вами рассмотрим, это чехлы 3 в 1. Значит, здесь указаны у нас с вами размеры. 1,60 на 135 и 2,60 на 105. В принципе, данные чехлы подходят для любой одежды, не только верхней. Я собираюсь хранить в данных чехлах только верхнюю одежду. Вы видели, как у меня уже хранится в кофре. И вот планирую перевесить в данные чехлы. Ну, сейчас, конечно, немножко камера прям засвечивает. Конечно же, это темный черный цвет. Вот сейчас постараюсь вам показать. И то камера, конечно же, отсвечивает. Ну, и давайте посмотрим. В принципе, выполнено все это из достаточно плотной ткани. Такой, знаете, как под брезент. Это, конечно же, скорее всего, полиэстер какой-нибудь очередной. Но выглядит достаточно плотно и хорошо. Здесь есть, конечно же, прорезь для вешалки. Герловина такая вот. И на что, как оно у нас с вами закрывается. Очень просто интересно посмотреть. Я пока не вижу, как это все здесь закрывается. Хороший вопрос. Давайте посмотрим. Здесь есть, вот, с внешней стороны, есть молния. Точно все легко открывается и имеет вот такую вот, как лицевую часть, так и рубашку. Ну, в общем-то, кофры неплохие. Правда, есть вероятность, что к ним будет прилипать пыль. Но об этом я вам уже расскажу в другой раз, когда протестирую. В общем-то, кофры неплохие. Достаточно большой вот этот вот кофр. Я думаю, что здесь даже поместится у нас и не одна куртка. Скорее всего, как раз две зимних сюда войдет. Конечно же, я думаю, купить все-таки еще один такой наборчик для осеннего пальто. Ну, и давайте посмотрим кофры, чехлы, точнее, помельче. Так. А, это оказалось, что это еще не самый длинный. То есть, смотрите, здесь есть еще длиннее, побольше. Скорее всего, это самый большой, как раз-таки, как вы можете видеть. Вот. Ну, в общем-то, мне нравится. Нравится. Я буду тестировать, смотреть. И потом вам обязательно расскажу. Ну, собственно говоря, вот это небольшое видео о покупках в магазине Ikea и также хранении одежды. Оставайтесь со мной, ставьте лайк. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok